приветствуем вас дорогие братья и сестры на библейском портале экзегет и сегодня мы чтим любимых наших прекрасных чудных святых святых петра и февронию они покровители семейного счастья святые супруги святая семья вот сегодня мы приоткроем некоторые удивительные такие может быть стороны из их жизни которых мало кто знает и то есть наша беседа нынешняя она будет для кого-то может быть даже таким интересным удивительным откровением открытием я думаю и конечно самая главная идея вот которую до нас доносит святые петр и феврония в том что муж спасается женой а жена мужем семья становится таким райским пристанищем кораблем который плывет ко спасению и собственно говоря семья это остаток рая на земле вот когда люди жили в раю дата была удивительно чудная гармония гармония души человеческой с богом до гармонии с окружающей природы весь мир слушался первозданных людей и гармония друг с другом у адама и евы такая удивительно чудная райская гармония когда хранилась любовь к богу любовь друг другу любовь к окружающему миру и благодать святого духа кто же как благодать вот любви с большой буквы она осеняла первых людей и вот этот вот дар оказывается его тоже можно возрождать воскрешать семейной жизни но воплощают это прежде всего святые люди и таковыми были святые петр и февроний хотя конечно путь их жизни и ко встрече друг с другом он отличался очень такими но не было таким гладким были свои искушения свои особенности и во всем этом для нас тоже огромный урок но вот братья сестры прежде чем мы рассмотрим мы должны вспомнить что ведь святые петр и феврония они жили очень и очень давно это рубеж двенадцатого тринадцатого веков они были действительно погребены вместе в одной гробнице и уже с тех древних времен существовало народное почитание люди шли обращались к ним как покровителям семейного счастья возносили свои молитвы и вот и не только простые люди но и князья и цари и вот шли века и вот иван грозный он тоже кстати очень чтил почитал святых петра и февронию и именно в эпоху ивана грозного в церкви нашей там конечно мы понимаем что времена были непростые но были и святые люди в это время и проходили такие удивительные исторические процессы например вот канонизация многих святых в 1547 году и в то время стали формировать вот и описывать жития наиболее почитаемых святых чтобы святых которые почитались только в каком-то одном месте да чтобы они были также явлены для всей полноты русской православной церкви поскольку и государство российское она крепчала она была централизованным да и распространялась на многие окрестностей вот так вот и святые русской церкви они должны были просиять на территории всей русской православной церкви и вот оказалось что святые петр и феврония они пользовались тоже таким вот почитанием народным что были достойны для общего прославления так вот именно тогда в шестнадцатом веке святитель макарий московский благословляет написать жития святых русской церкви ну по возможности как можно вот более полной жития которые в которых описываться жития вот разных святых и чтобы было описано житие святых петра и февронии он поручает священнику ермолаю еразму такое удивительное имя ермолай еразму ну в священстве он и в миру он был ермолай а впоследствии принял монашеский постриг и поэтому известен как еразм уже с монашеским именем и вот он стал в муроме изучать вот все имеющиеся сведения и вот тут оказалась огромная проблема которых в каком-то смысле шлейфом продолжается до наших дней потому что оказалось что слишком много вот народных преданий письменных повествований было не так много к сожалению на летописи он не очень обратил много внимания ермолай еразм зато он тщательно собирал народные сказания а ведь народные сказания это еще определенный такой фольклор и вот через этот фольклор выражаются некоторые может быть даже легендарные повествования однако ермолай еразм написал действительно с точки зрения литературы прекрасное произведение повесть о петре и февронии и вот как говорит наш современник известный ученый александр николаевич ужанков он филолог литературовед он исследует его древние наши русские произведения и он говорит что повесть о петре и февронии это одно из лучших произведений древней руси также как скажем слово о законе и благодати митрополита илариона как слово полку игореве наряду с такими произведениями и эта повесть своего рода притча такое вот иносказательное очень возвышенное повествование о духовном подвиге и о святой жизни благоверную князя петра и княгини февронии конечно более строгое такое вот как бы каноничное житие написал уже святитель димитрий ростовский а затем в 19 веке святитель филарет черниговский это вот такой святой ученый 19 века знаменитый патролок который исследовал жизнь святых людей и их сочинение он тоже описывает их житие сверяясь уже с историческими источниками потому что есть летописи муромских князей есть древние исторические повествования и вот учитывая все это он перед нами возникает совершенно удивительная чудная картина во-первых скажем что святые петр и феврония они вполне исторические личности и исторически доказывается их существование только вот при жизни петр он носил имя давида давид юрьевич князь муромский который правил с 1203 по 1228 года до этого правило его старший брат что подтверждается и житием и в повести о петре и февронии а супругу его звали ефросиния и вот уже перед смертью они принимают имена петра и февронии а в народном сознании закрепились вот именно эти уже имена которые у них были в монашестве потому что так они перешли в иной мир вот так вот с этими именами предстали пред богом и соответственно люди уже молились обращаясь к ним как петру и февронии поэтому у нас и закрепилась именно такое обращение к этой святой княжеской чете во вторых мы узнаем что святой петр вот еще до встречи со святой февронии он прошел определенную духовную брань и он помогут преодолеть то дьявольское искушение которое постигла семью его старшего брата дело в том что жену его старшего брата искушал дьявол и вот он наводил какие-то блудные обольщения и именно благодаря подвигу младшего брата то есть святого петра удалось преодолеть вот эти искушения победить дьявольские наваждения но в итоге бесы вот эта сатанинская сила она наводит на князя петра некую болезнь похожую на проказу он покрывается язвами но мы знаем из священного писания из житий святых что бесы они действительно способны причинять в том числе физический вред прикасаться даже вот если господь попускает телесного естества человека и причинять некие болезни причем в народном фольклоре возникло такое очень красочное легендарное повествование оно то как раз и вошло в повесть о петре февронии написанную ермолаем еразмом о том как дьявол вот этой вот женщине жене старшего брата являлся буквально вот как змей но иногда он принимал образ самого старшего брата то есть образ ее мужа и вот так он пытался склонить ее на блуд тогда как собственно ее супруг находился в другом месте и через какое-то время значит вот ее супруг обращается к ней говорит что вот и выведу каким образом можно его победить и он произносит такую тоже сказочно легендарную фразу что смерть мне придет от петрова плеча от агрикова меча причем что это за агриков меч исследователи до сих пор теряются в догадках потому что он упоминается только вот в сказаниях про добрынью никитичем там тоже где-то один раз а да но в любом случае здесь подразумевается вот некая такая высшая особая сила и вот когда князь молодой князь петр понимает что он должен значит помочь а он был как говорят в древней источнике он был человеком очень молитвенным и любил уединение и однажды он пошел к монастырю которая находится не очень далеко и это был монастырь в честь воздвижения креста господня и вот там князь петр молится тут является ему какой-то вот отрок и говорит вот хочешь я тебе покажу агриков меч проводит его к алтарю и там именно в некое вот расселение в стене алтаря он обретает вот это чудесный меч которым и поражает змея на самом деле вот за этим легендарным повествованием скрываются духовные смыслы которые вот как притча притча является в народном повествовании то есть святой петр он именно от алтаря христова черпает духовную силу именно в монастыре в честь воздвижения креста господня таким образом сила христианина она именно в кресте в животворящем кресте господа нашего иисуса христа и благодаря вот этой силе честного животворящего древа креста господня святой петр он и побеждает дьявольские наваждения которые поступали княжеской семье и смог поразить демоническую силу но вот как в повести тоже немножко как такая притча говорится что когда он побеждает змей когда он его разрубает этим чудесным мечом то змей забрызгал его своей скверной кровью и на этих местах образовались язвы и вот так вот весь молодой князь петр покрывается какой-то вот страшной тяжкой болезнью коростой язвами и не знает где теперь найти помощь так вот братья и сестры за этим конечно легендарным повествованием который ну повторим как притча излагает некоторые духовные смыслы что мы видим то что князь петр он вел некую духовную брань он противодействует падшему духу ну помните вот как на многих иконах святой георгий победоносец изображается как он копьем поражает змея вот так и святой петр муромский он тоже змея борец он пытается поразить змея мечом но святой петр в тот момент еще не был духовно совершенным если ты вступаешь в духовную брань то ты должен уже достичь определенного духовного уровня поэтому когда святой георгий победоносец вступал в эту брань о никаких ран не получил он не покрылся никакими язвами а петр молодой еще князь он имел некоторые вот несовершенства и видно вот по древним повествованиям что у него еще было вот мнение о себе такое вот да вон же князь да это честь почет и соответственно ему не хватало смирения а там где не хватает смирения дьявол наносит свой удар и так вот получив доступ поражает его болезнью а поскольку болезнь петра она случилась от дьявольской силы то у кого искать исцеление только у бога а кто подаст это исцеление только тот человек который сам пребывает в общении с богом и вот дальше уже уходит все это легендарно приточное повествование и мы видим более реальную картину то что князь он страдает он несет на себе некие недуги и он ищет кто бы его вылечил муромское княжество в те времена она находилась в зависимости от княжества рязанского и считалось так что вот в рязанских краях там намного больше всяких врачей целителей те кто способны оказать какую-то медицинскую помощь и князь петр он со своими слугами направляется туда причем сам он с трудом передвигается его везут и отправляет он своих слуг чтобы они поискали где бы найти ну хорошего какого-то врача и вот один из таких слуг он приезжает в деревню ласково удивительное название деревня ласково причем это вполне историческое название село сохранилась до наших дней и там уже в древние времена была построена часовня в честь святой февронии и даже потом ходили крестные ходы к этой часовне вспоминая святую угодницу которая жила в этих краях так вот значит слуга он случайно заходит в один дом не знаю кого он там встретит он хочет спросить про то вот где найти врачей и там застает вот эту удивительную девушку причем для нее тоже неожиданный был приход и она произносит фразу причем сразу такую мудрую фразу не хорошо когда дом без ушей и горницы без очей а слуга с ней особо не собирается разговаривать и спрашивает вот где хозяева она отвечает отец и мать пошли взаймы плакать а старший брат он сквозь ноги на смерть смотрит ну и тут значит это уже слуга понимает что девушка совершенно необычная и такие вот какие-то притчи тоже в ее словах и спрашивает что это все значит она говорит что уши дома это собака которая если бы вот была она у них то она бы заранее услышала что кто-то пришел и начала бы гавкать и она бы узнал что вот незнакомый человек подходит а если бы в доме был ребенок это очень горницы то он тоже бы увидел что вот человек входит в дом я и побежал бы рассказал про то что незваный гость пожаловал а поскольку не было начну не маленького ребенка да не собаки на улице то ее застали врасплох в простоте сидящий так вот в древнем повествовании в простоте то есть с непокрытой головой простоволосый что же касается родителей она поясняет что родители пошли на похороны оплакивать почившего и а когда сами умру то тогда придут их оплакивать и вот так получается что сейчас они плачут взаймы но тут видимо приоткрывается нам традиции того времени да вот отношения как похоронам к оплакиванию а что касается брата то вообще ведь эта семья была семья бортников или древолазов кто такие бортники это люди которые устраивали ульи пчел высоко в дуплах деревьях то есть в дереве специально выдалбливалась как бы дупло ну или использовали уже имевшийся дупла там создавался улей для пчел и соответственно нужно было забираться высоко на дерево чтобы добывать мед вот кстати зачем это было нужно это делали от медведей чтобы медведи они ну не воровали мед сейчас понятно сейчас значит медведей нигде не не сыщешь а в те времена это была определенная проблема медведи любили мед и вот чтобы они не воровали мед такие улья создавали высоко на деревьях и вот когда брат вот февронии он поднимается да то это же высоко очень и там получается что надо как-то вот за веревки держаться и вниз смотреть и выходит что вот он действительно через ноги на смерть смотрит потому что если сорвется то может погибнуть и тут вот отрок вот этот понимает слуга пришедший что перед ним какая-то необычная девушка да и рядом с ней еще скакал заяц а сама она ткала у нее ткацкий небольшой станок и вот она ткала полотно и вот так мы видим что эта девушка она не пребывает праздной она все время в каких-то трудах и поскольку она говорит мудрые вещи да то мы понимаем что ее ум он наполнен такими высокими духовными смыслами а рядом с ней заяц который слушается ее вообще заяц это образ кротости смирения мира заяц это не хищник и вот так вот рядом с феврония с ней как бы вот восстанавливается райская вот эта гармония тот порядок который был в раю ее слушаются животные она произносит мудрые вещи она прозревает духовные смыслы то есть она уже духовно состоявшийся человек пришла к определенному совершенству и в каком-то смысле она опережает петра в святости вот обычно в те древние времена на руси к женскому полу ну и особенно к девушкам не очень относились серьезно в том смысле что серьезную беседу женским полом не было принято вести и слуга поэтому-то вначале слуга княжей спрашивал где родители да она а поскольку их нет и вдруг вот это вот девица отвечает такими премудрыми словами разговаривает очень премудро то он начинает ей рассказывать про проблему о том что князь болен ищет те кто был бы способен исцелить и феврония она вдруг тоже вот необычно отвечает что вот если бы кто мог взять к себе князя к себе то мог бы и исцелить его то есть не просто вот как некое внешнее такое да действие там терапевтическое или какое угодно а именно вот в неком общении друг с другом он мог бы получить исцеление ну тут вот что мы можем отметить то что на самом деле в семье как раз вот когда супруги любят друг друга то они друг друга и исцеляют на уровне души да на уровне сердечного тепла и когда мы бываем изранены окружающим нас миром то приходя домой мы можем приобретать вот обретать это удивительное исцеление если есть тот кто может явить нам сердечное тепло любви и вот потихоньку феврония она именно к этому подводит и видим вот если отталкиваться от жития то ей господь открывает что через нее действительно должно было быть подано исцеление князю и собственно говоря им суждено быть вместе вот феврония как вначале она пристает она вовсе не какая-то целительница она там не знахарка про нее вообще никто не знает как про какую-то там врачевательницу но она ведет чистую целомудренную жизнь молиться господу и поэтому господь подает и как в каком-то смысле дар прозорливости и вот эту вот способность чудесную способность исцелить князя ну и значит отрок вот этот слуга княжеский он не понимает о чем речь как это вот взять к себе вот пусть лучше тот кто может он исцелит и князь даст там сколько угодно денег феврония на это не отвечает потому что никакие богатства не нужны и она говорит что приводи привози своего князя сюда и если он будет мягкосерден и смирен то получит исцеление на самом деле причина вот того недуга да поскольку недуг он от дьявольской вот этой раны наступил и причина она находилась в неискорененной гордости и для того чтобы получить исцеление нужно освободиться от гордости а князь петр он еще конечно был придавлен вот этим княжеским таким самомнением может быть честолюбием и вот святая феврония она как раз помогла ему от этого освободиться и вот этот слуга возвращается князю пересказывает но князь конечно как это я вот за какую-то там простую дочь бортника до который там мед на деревьях наверху добывает как я значит с ней в брак вступлю и говорит ну ну ладно поехали его значит они приезжают и святая феврония напрямую говорит что князю нужно жениться на ней и тогда он получит исцеление и тут вот петр он идет на обман он соглашается внешне и говорит ну хорошо хорошо а внутри замыслил что на самом деле он просто получит исцеление и уедет обратно к себе свой княжеский терем святая феврония она все это внешне никак не выдает хотя уже понимает что есть вот воля божия как должно быть да и что и понимает видит что князь немножко лукавит святая феврония соглашается его исцелить а конечно же она молится и она дает ему хлебного кваса вот некоторые святые когда чудесно исцеляли страждущих то они ну кто-то вот давал там сухарики вот преподобный серафим саровский кто что да а при этом молились богу и значит вот она дает хлебного кваса чтобы он помазал свои вот эти раны язвы струбья но с одним условием чтобы вот только одну язву он не помазал и говорит что вот ты значит исцелишься да вот еще добавим что князь он хотел тоже испытать ее премудрость и он ей через слугу подает значит пучок небольшой льна и говорит что пусть пока я парюсь в баню ну перед тем как помазаться вот этой закваской пусть она за это время из этого пучка льна соткет мне одежду рубашку полотенце ну и думать что вот она как бы не справится с этим а она слуге говорит ну вот и отруби пять поленца и вот отнеси князю и пусть князь из этой пяди поленца сделает мне ткацкий стан чтобы я соткала из вот этого пучка но тут говорит как же я значит из этого маленького кусочка смогу создать целый станок ткацкий тогда на тече как же я тогда вот из этого пучка льна за это в малое время смогу соткать то есть мы видим насколько она была премудрая да где-то остроумно отвечала но в то же время она делает это без гнева да и как бы своим остроумием направляя князя вот куда-то на правильное русло чтобы он принимал более правильное решение и конечно князь он был очень удивлен и уже возникал у него естественная симпатия к февроне и вот попарившись в бане он помазался этой закваской но оставил один струб вот как она сказала и после этого он обманывает февроне он предлагает ей богатство какие-то там деньги ей это ничего не нужно и он уезжает он рад своему телесному здоровью погружается в беспечно комфортную жизнь и вдруг вот от оставшейся язвы начинаются потихонечку разрастаться другие язвы и он вновь покрывается этой болезнью и смысл вот этого повествования который присутствует в том это легендарном сказание о петре февроне у ермола и еразма в том что если ты не искоренил себе какую-то одну малую страсть она потом может опять вот разрастись и полностью поразить тебя и если не искоренена страсть гордыни она вновь приведет тебя опять вот к новым каким-то бедам и вот значит покрывается он этой болезнью опять и вновь обращаются они к февроне и на этот раз вот они вновь приезжают к февроне и она опять без гнева вполне смиренно говорит что вот есть конечно воля божия и что нужно ему жениться на ней тогда получит исцеление и князь полностью уже на этот раз вот уступает уступает воле божия берет февроне к себе в жены и через нее получает исцеление и конечно братья и сестры вот когда простой народ хранил такие повествования да и где-то они обрастали фольклорными подробностями то что хотели передать наши наши прадеды да прапрапрадеды даже не знаем как вот их назвать те кто жили в те далекие времена они пытались донести ту мысль что именно в семье наступает вот исцеление искоренение каких-то недугов души и если ты воспринимаешь семью как волю божию да то ты будешь освобождаться от гордыни как от главной язвы которая изъедает человеческую душу и семья христианская она именно исцеляет душу преображает ее и направляет на путь спасения а что касается святых петра и февронии то действительно князь женится и женится на этой простой деревенской девушке венчается с ней и он приезжает в город муром причем он еще не правящий князь ведь правит его старший брат и это тоже такая удивительная черта что вот младший князь он оказывается послушен старшему брату да то есть он никогда не возмущался против него не выступал ни с какими восстаниями это исторически подтверждается про святого петра князя муромского ну точнее тогда он носил имя давид юрьевич да и подошел такой момент когда брат его почил это 1203 год и вот уже сам святой петр становится князем муромским правящим князем и получается что его супруга она тоже вот княгиня княгиня святая феврония а ведь она из простых крестьян и бояре которые входили в ближайшее окружение князи стали испытывать какой-то вот и где-то и зависть да а где-то и недовольство но она вот не из нашего круга и стали указывать как им представлялась на некие вот недостатки в княгине феврония и вот что они предъявили как некое такое обвинение что вот она каждый раз выходя из трапезы выходит не по чину а именно она собирает крошки хлебной крошки в руку но тут можно понять святую февронию ведь она из крестьянской семьи и там прекрасно представляли с каким трудом добывается хлеб и это все имело ценность поэтому нехорошо было оставлять хлебные крошки и была такая вот смиренная бережливость который украшает душу а расточительность когда ты вот свысока смотришь на хлеб добываемый огромным трудом это то что уродует душу и вот тут они не могли друг друга понять но и князь петр он не стал значит вот доверять просто вот слову своих бояр а решила вот сам лично вот испытать как поступает его супруга и однажды вот как после трапезы когда она действительно крошки собрала в руку вот и сжал ее то он к ней обращается вот что там у тебя вот покажи мне она открывает руку и там благоухающий ладан конечно братья сестры я не скрою что и этот сюжет он взят вот из того повествование которое как притча такая духовная притча повествует о жизни святых петра и февроне но ведь за этим тоже глубокий смысл во-первых князь петр он он правильно поступает что судит о жене не по слову других а вот лично непосредственно с ней пытаясь выяснить что и как вот она поступает часто многие конфликты возникают из-за чего из-за того что мы вместо того чтобы все обсуждать вот со своей супругой переносим как будто на периферию начинаем жаловаться или вот жены начинают жаловаться на своих мужей рассказывать про их недостатки кому-то там и уже через это раскол вторгается в семью потому что если ты вот сокровенные вещи вместо супруга обсуждая с кем-то на стороне то ты уже центр вот семейной жизни потихоньку переносишь куда-то за периферию семейной жизни и вот все нужно обсуждать взаимно вот так вот святой петр он обсуждается святой февроне и оказывается что ничего предосудительного нет и эти крошки они действительно просто вот как ладан благоухающий потому что таким благоухающим ладаном была сама жизнь святой февроне всецело обращенная к богу но бояре не унимались и как сказано в повествовании они однажды приступили акипсы лающие акипсы лающие они приходят князю и говорят что вот мы не хотим не хотим чтобы февроне была твоей значит супругой мы рады что ты вот у нас князь и ну действительно он был достаточно таким вот милостивым к людям у они у него не было никакой жестокости но плюс еще на самом деле под воздействием его святой супруги ряд его качеств душевных они тоже преобразились сгладились и получается что бояре довольны князем но не довольны что супруга его слишком проста она из крестьянской среды и вот значит они требуют чтобы она удалилась а князь не хочет с ней расставаться после этого бояре приходит к самой святой февроне и говорят что вот забери любые богатства какие хочешь и вот отправляйся отсюда потому что нам-то не нужна и тогда она с ними тоже премудро поступает она им говорит хорошо я заберу самое большое моё богатство и уеду отсюда и они говорят да согласно ты уезжай и она на этом говорит что вот для меня самое главное богатство это мой муж князь пётр вот с ним я вместе и уеду и в этом братья сестры для нас тоже огромный урок потому что петр не хочет расставаться с февроне февроне тоже считая что самое главное богатство для нее это князь петр как вот дорогой любимый человек и получается так что семья она выше карьеры понимаете вот многие современные люди считают что надо выстроить карьеру добиться каких-то успехов семья подождет или семья как будто она как нечто попутное нечто попутно твоей карьере и поэтому что получается что ну бывает и карьера меняется и люди уж к сожалению слишком легко относятся к семье меняю там уже жену вторую третью а почему так потому что они не рассматривали это как что-то существенное как что-то существенно влияющие на нашего спасение спасение нашей бессмертной души а для князя петра супруга была выше мирских благ и мирского княжеского почета также как и для святой февроне дороже всех был сам вот святой петр они действительно удалились они отплывают на ладьях по реке оке бояре обрадовались потому что говорят ну вот нам еще лучше что князь тоже уехал тогда мы сами будем вместо него править сразу скажем что такое надменное поведение бояр достаточно быстро обернулась против них самих потому что они все очень быстро пересорились а святые петры февроне плыли на ладьях там было еще некоторого сопровождения и один человек он посмотрел на святую февронию с плотским вожделением она увидела и разгадала то есть у нее действительно была прозорливость она видела иногда даже вот мысли человеческие и она говорит ему зачерпни воду под по правую сторону ладея и полевую и попробуй ту и другую воду и спрашивает какая слаще он говорит одинаково и она отвечает ему вот так и естество женское она одинаково и зачем же ты забыв о своей жене на другую засматриваешься но тут человек этот понял что святая феврония она прозорлива тут же все вот плотские помыслы у него выветрились он тут же духовно протрезвел и святая феврония ведь она действительно вскрывает такой духовный закон что люди живут иллюзиями и думают что если они не попробовали вот запретный плод вот якобы там есть что-то такое невероятно привлекательное сладкое то что тебе даст какое-то благо а происходит с точностью да наоборот как только они запретный плод срывает вкушает они отравляют сами себя поэтому вовремя надо останавливать что это просто вот какая-то наша иллюзия а что касается естества женского да то нужно быть довольным тем что господь тебе подал вот дал тебе супругу и это уже вот воля божия о тебе поэтому довольствуйся тем что есть иначе потеряешь что что имеешь и никакого счастья не достигнешь и вот на одной из остановок они выходят и князь петр он заунывал и говорит как же вот так я добровольно оставил княжение вот что теперь с нами будет а святая феврония его успокаивает и говорит что ты не печалься ведь господь наш есть бог милосердый и он никогда нас не оставит и и вот это тоже для нас братья и сестры урок обычно ведь ну необычно часто жены пилят своих мужей вот у тебя то не удалось значит это не удалось и вот как мы будем жить после этого из денег там мало до зарплаты вот не такая и пилит пилит а тут мы видим наоборот что казалось бы когда вроде бы все полностью порушилась святая феврония вот как такая чудная святая жена она успокаивает своего мужа и приободряет его и он черпает от нее духовные силы для того чтобы предпринимать какие-то вот дальнейшие жизненные шаги и потом видимо вот как а такое чудесное знамение святая феврония она совершает это тоже наверное для подкрепление своего мужа там вот в повести так рассказывается тоже очень красиво рассказывает что были срублены два деревца для того чтобы вот на них повесить вот котлы и приготовить ужин и когда вот все вот это значит завершилась да и трапеза уже прошла то она помолилась чтобы два срубленных вот эти деревца наутро вновь зазеленели и вот так действительно совершилось утром вновь это были живые зазеленевшие два прекрасных дерева и это в каком-то смысле тоже вот как знамение того что вроде бы беды тебя полностью срубают ты лишаешься уже жизни но есть господь бог всемогущий и животворящий если ты обращаешься к нему он сделает так что твоя жизнь восстановится и ты воскреснешь будешь дальше шествовать с обновленной душой и не очень прошло много времени как те же самые бояре которые изгоняли их присылают вестника и просят вернуться князя петра и княгиню февронию а почему так потому что когда они дорвались до власти то они буквально перегрызли с друг с другом и кто-то вот там погиб в этих взаимных рознях начались беспорядки мятеж он не приводит никогда никакому порядку и они просят законную власть да вот князя законного вернуться вот так вот достаточно быстро это испытание удалось преодолеть и святые пётр и феврония возвращаются в город муром из исторических свидетельств мы знаем что святые пётр и февронии были очень милостивыми правителями и они одевали ноги их кормили голодных они покровительствовали бедным страждущим людям тут и можно понять ведь святая феврония она сама из бедных людей а князь как вот у которого супруга из бедных людей он тоже понимает тех кто терпит какую-то нужду лишения и поэтому вот историй их правления она очень запечатлелась в простом народе то что князь и княгиня относились к людям простым с чистым искренним открытым сердцем и как повествуется в повести они были для всех жителей своего княжества как чадолюбивые отец и мать вот это интересно что чадолюбивый отец и мать то есть для них все княжества и люди в княжестве это вот как дети как чадо и может быть поэтому в повести о петре февронии и соответственно в житии тому святого дмитрия ростовского и дальше не ни слова не сказано о их детях жития но обращает внимание вот именно на духовный подвиг на духовное делание да и на хранение взаимной верности потому что действительно через всю свою жизнь они пронесли глубокую искреннюю верность друг другу но если мы возьмем еще некоторые вот исторические важные такие свидетельства то летописи говорят нам что все таки дети у них были вот это братья и сестры очень важно отметить потому что существует такое ложное представление что якобы вот у святых петра и февронии не было детей соответственно получается ну что семья не совсем полная да и тогда какие же они покровители семейной жизни ну я понимаю что даже если бы не было детей это не к никоим образом не умолялась бы их семья потому что семья она ведь здесь центре взаимную любовь мужа и жены а дальше уже как господь благословит да подаст детей или не подаст это судьбы промысла божия главное чтобы муж и жена любили друг друга да были верны друг другу и исполняли заповеди божия вот таковыми и являлись святые петр и феврония но из исторических также вот летописных свидетельств мы знаем что у них было трое детей двое сыновей юрий и святослав и дочь евдокия причем сын святослав он буквально за несколько дней до их смерти тоже вот почил а князь юрий он стал преемником князя святого петра поэтому пусть вот это будет может быть небольшим таким откровением и открытием о святых петре и февроне что они все-таки были дети и поэтому они прекрасно понимают что такое воспитание детей трудность этого воспитания и те кто приходит к ним с молитвы о своих чадах они несомненно бывают услышаны а монашество они приняли уже в самом-самом конце своей жизни княжество святой петр он передает своему сыну юрию да и вот они принимают постриг причем святой петр он принимает постриг в свято преображенском монастыре в муроме а супруга его феврония она принимает постриг в в крестовоздвиженском монастыре чуть поодаль мы упоминали этот монастырь крестовоздвиженский в самом начале нашей беседы и вот именно тогда-то в постриге вот если брать исторические четкие сведения у них появляется имена петр и феврония а до этого они были давид и ефросини и они завещали тем не менее вот братья и сестры это тоже важно чтобы их похоронили вместе и молились о том чтобы им перейти вечность вместе в один день и в один час настолько они были единомыслены единодушны единосердечны что хотелось вместе перейти и в иной мир ну а тогда зачем же монашество так считалось на руси в то время что это более такой высокий духовный этап твоей христианской жизни и как бы ты вот освобождаешься счет от каких-то грехов которые невольно наслаивались на тебя да это и такое древнее представление что в монашеском постриге снова отпускаются все грехи и это было на руси в древней руси очень распространено что супруги уже в престарелом возрасте завершали свой жизненный путь принимая монашеский постриг и для того чтобы вместе быть похороненными они заранее велели чтобы им изготовили гробницу каменную гробницу с такой тонкой вот посередине стенкой перегородкой и вот чтобы они лежали рядом с друг другом соответственно чтобы потом впоследствии господь и воскресил их вместе в будущем небесном царстве ну тут нам конечно многие скажут но ведь там же не женится не выходит замуж пребывает как ангелы все верно но и люди которые были единодушны вместе которые стяжали вот этот может быть даже ангельскую любовь друг к другу они и в будущем небесном царстве тоже вместе будут причастны ангельскому пению и ангельскому прославлению при святой троице и вот предание доносит до нас что святой петр уже чувствует приближение кончины и он посылает человека к святой февронии сказать что час нашего перехода приблизился я вот уже чувствую это она в это время шила воздух воздух это пелена на святую чашу и на дискос во время совершения литургии вот покрываются богослужебные сосуды и она вышивала лики святых и она просит подождать немного значит затем вот святой петр он второй раз посылает сказать что уже немного могу ждать и просит чтобы она тоже вот оставила свою работу чтобы перейти в иной мир и вновь феврония говорит что вот мне чуть-чуть осталось совсем вот пожалуйста подожди и потом уже в третий раз посылает святой петр говорит что все больше уже не могу ждать потому что душа моя сейчас будет переходить в иной мир и тогда святая феврония вот немножко не дошив она вышила вот лик очередного святого а одежду не дошив ну это могли уже другие выполнить она втыкает иголочку обматывает вокруг ниточкой вот как делают такие тоже прилежные труженицы и после этого погружается в молитвы и вот они вместе молятся на расстоянии друг от друга и вот в такой вот совместной молитве хотя не повторим находятся на расстоянии друг от друга они вместе переходят вечность расстаются с телами и души их вместе восходят ко господу в небесное царство а люди как они конечно знали что завещали святые петр и феврония чтобы похоронили их вместе но да и поначалу вроде как вот те кто это завещание слышали они поместили в гробницу но многие подумали что а ведь они же уже в монашеском постриге поэтому должны быть отдельно друг от друга вроде как нехорошо нарушается монашеский чин и разнесли тела почивших в разные места то есть тело святого петра оставили в соборе в муроме а тело святой февронии унесли в крестовоздвиженский женский монастырь но на утро вдруг обнаружили что вновь их тела вместе вот в этой гробнице в богородицком соборе в муроме второй раз отделили их и опять потом нашли значит что вместе они третий раз отделили и вновь чудесным образом тела их оказывались вместе в единой гробнице в богородицком соборе в муроме и так поняли что господь благоволит чтобы они вместе покоились там их и погребли в богородицком соборе города мурома и туда приходили уже начиная с тех времен многие люди молясь и обращаясь с различными просьбами к святым петру и февронии прося благословения на семейную жизнь молясь о своих детях молясь в том числе об исцелении от разных недугов и чудесная помощь божия истекала от мощей святых угодников и надо сказать что многие князья потом значит и цари они почитали святых петра и февронию а в 15 веке когда шли вот розни между князьями и дмитрий шемяка преследовал василия темного то дети его дети василия темного укрывались именно здесь и вот святитель иона митрополит московский ну тогда он еще был рязанским митрополитом он именно в богородицком соборе у мощей святых петра и февронии берет их и вот так вот сохраняется жизнь ивану третьему будущему который впоследствии стал великим князем и он тоже почитал святых петра и февронию конечно же чтил их и иван грозный который перед походом на казань молился святым петру и февронии затем после успешного завершения похода строил церкви им посвященные а сын его царь федор и аннович у которого супруга ирина они особенно почитали святых петра и февронии кстати их вот федора и анновича и супругу его ирину она сестра бориса годунова их в москве называли вторыми петром и февронии а почему потому что они тоже очень любили молиться любили храмовое богослужение и отличались удивительным милосердием к людям и вот супруга федора и анновича ирина да вот добавлю что они местно чтимы они прославлены тоже в лике святых но как московские местно чтимы и святые и ирина царица она вышила с помощью ну тоже помощница у нее была мастерская где вышивали разные пелины полотна для церквей и вот они она вышила пелену с образом святых который покоилась на гробнице святых петра и февронии и этот покров это вот пелена на рак гробницу мощей святых петра и февронии сохранился до наших дней это кстати вот единственный покров если брать древнерусское лицевое шитье это единственный покров на котором изображаются святые муж и жена и ныне он находится в музее в городе муроме и вот шли столетия и люди почитали святых петра и февронию а потом как мы знаем наступили безбожные революционные годы и вот есть кстати такое предание что святая феврония незадолго до смерти она предсказывала что на месте ее кельи а келья находилась рядом с храмом крестовоздвиженского монастыря что вот придет пройдет время и монастыря уже не будет окажется разрушен а на месте ее кельи в доме будут жить монахини и так действительно получилось что вот эти вот безбожные гонения монастыри разрушались крестовоздвиженский монастырь подвергся разрушению и в 1929 году из девеевской обители были изгнаны монахини и многие из них поселились именно в муроме и часть из них жила именно в доме по преданию на месте кельи святой февронии к великому сожалению мощи святых петра и февронии были отняты их поместили в музей ради антирелигиозной пропаганды и вот шло много людей поначалу сотрудники радовались этому а потом вдруг заметили что люди молятся они обращаются с молитвы к святым петру и февронии и тогда мощи спрятали в запасники и вот так было до 1989 года когда уже ситуация в стране изменилась и мощи вернули церкви сначала их поместили в благовещенский монастырский собор а в 1991 году их перенесли святотроицкий женский монастырь где они почивают поныне причем братья сестры когда мощи переносили то замироточила икона которая когда-то была на гробнице святых петра и февронии а когда мощи уже перенесли то сестры обители увидели как над муромом два светоносных луча восходят к небу это было такое вот знамение от господа как символ благословения присутствия молитвенного святых петра и февронии и после этого тоже они рассказывают что иногда бывало так что сами лампады зажигались у мощей святых петра и февронии и получает что же своего рода благодатный огонь который давался чудесным образом и господь явно дает знамение что это святые угодники которые покровители супружества покровители семейной жизни вот с тех пор там горит неугасимая лампада в знак того что и наша молитва святым петру и февронии должна тоже не угасать возноситься потому что они покровители семейной жизни а без семейной жизни все порушится если не будет семья устроена вот по заповедям христовым да то порушится семья а если порушится семья то порушится все общество и мир просто вот рухнет и будет катиться куда-то в преисподнюю но пока у нас есть такие удивительные ходатые как святые петр и февронии мы имеем надежду что господь будет являть милость каждой христианской семье и через это спасать все общество и конечно не напрасно у нас уже вот в наше время в нашу эпоху появился новый праздник день семьи любви и верности 8 июля именно в праздник святых петра и февронии потому что семья для христианина это святыня но сохранить семью можно за счет любви а любовь крепчает за счет верности и об этом и свидетельствуют святые петр и февронии и самое главное что они ведь и постоянно помогают они слышат тех кто и молится у каждой семье должен быть акафистник с акафистом святым петру и февронии если какая-то беда тут же вместе молитесь им вместе читайте акафист обращайтесь от сердца со своими даже простыми какими-то просьбами и они услышат они помогут и очень много случаев чудес исцеления в наши времена вот одна супружеская благочестивая пара они даже там монастырю благодетельствовали помогали а долгое время детей нет вот в браке уже 16 лет детей нет и они стали именно вот усиленно молиться святым петру и февронии чтобы по их ходатайству господь подал ребеночка и представляете что действительно наступила такая долгожданная беременность причем жене было уже 45 лет и она родила это были первые роды и вот родилась девочка то есть господь явил такую милость потому что молитва святых петра и февронии она очень велика и господь ее слышит еще одна вот женщина тоже рассказывает она вообще бизнесмен и ну вот как раз все время карьера там дела заботы и осталась одна получается что мужа нет и когда уже совсем у тоска к душе поступила побежала в церковь и с батюшкой говорила он и говорит ну ты вот поезжай к святым петру и февронии в муром святотроицкий монастырь молись им она съездила вернулась и ну и вроде бы все ничего то есть результат ноль опять пришла к священнику он и говорит как же ты хочешь что сразу что ты значит от молитва бога господь тебе тут же мужа ты старайся все-таки и жизнь свою исправлять значит вот молиться исповедоваться причащаться еще приезжай к святым петру и февронии и она стала ездить часто ей уже понравилось а потом направляет ее в командировку и вот в самолете она сидит рядом с одним молодым человеком и вот они разговорились да ну вроде бы ничего особенного но что-то в душу может быть запала ей но получилось так что когда летела обратно то в том же самом самолете оказался этот же самый молодой человек и вот они уже новыми глазами друг на друга посмотрели познакомились ближе и так вот нашли друг друга вот так вот святые петр и февронии в том числе соединяет людей которые не обрели еще свою вторую половинку так что братья и сестры никогда не нужно унывать всегда надо уповать на господа вот как говорила святая феврония что господь бог наш милосерден и поэтому он никогда не оставит и у нас есть такие удивительные заступники пока они ходатайствуют о нас на небесах то есть надежда что и мы на земле можем созидать свои семьи пребывать в любви и хранить подлинную верность помолимся им чтобы господь благословил россию благословил вообще все православные христианские семьи избавляя от искушений которые могут подступать и чтобы господь являл милой свою всем православным христианам святые благоверные и преподобные петре февронии молите бога о нас внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео а